Победа Владимира Путина Заявляют о необходимости прямого президентского управления После возвращения съемочной группе НТВ конфискованной кассеты и официальных извинений телезрители получили возможность увидеть сцены расправы над министантами в ходе несанкционированного митинга Результаты состоявшихся президентских выборов продолжают оставаться главной политической сенсацией до тех пор, пока не завершен официальный подсчет голосов о главных событиях первых суток, прошедших после момента голосования в репортаже Владимира Кондратьева Сегодня новый президент России, как и обещал вчера, голосуя на избирательном участке, с утра появился на работе Он принимал первые поздравления не в Кремле, а в Белом доме, на традиционном совещании с силовиками и вице-премьерами Результаты выборов дают всем нам дополнительный толчок к тому, чтобы работали мы все еще более энергично чтобы параллельно с формированием будущего состава правительства мы могли бы предвидеть и философию действий этого правительства на ближайшую перспективу и на более длительный срок на стратегическую программу Путин, несомненно, испытывает огромное облегчение Ночь выборов прошла не столь гладко, как можно было бы предположить, опираясь на данные политических рейтингов Первые результаты с Дальнего Востока и Сибири внесли непредвиденную интригу Путин набирал вначале лишь 45% голосов, Зюганов больше 30% На третье место сенсационно выходил кемеровский губернатор Аман Тулеев, почти с 9% В Федеральном информационном центре многие начали предвещать неизбежность второго тура Но в отличие от парламентских выборов в декабре, когда динамика отданных голосов за пропутинскую партию, единство уменьшалось по мере продвижения с Дальнего Востока в центральные регионы страны В этот раз позиции Путина последовательно укреплялись 46%, 47%, 48%, 49% И вот в час 45 минут с пометкой молния информационное агентство передали весть 50% барьер преодолен Путин президент, о чем утром официально объявил Александр Вишняков Предварительно можно говорить, что избран президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович По данным коммунистов, после их собственной проверки, часть избирательных протоколов, на самом деле Путин набрал около 45% голосов, а Зюганов свыше 33% Самая главная зона квалификации это Татарстан Там вчера давали более 80%, никогда так не голосовал Татарстан В Башкире аналогичная картина, в Саратовской области 67%, ничего похожего не было Из Дайстана, сейчас сказали еще, не в состоянии там толком подвести итоги, продолжают халтурить И ничего нового тут нет Разочарование Зюганова понять можно Итоги голосования по отдельным регионам демонстрируют полные преимущества Путина даже в исконных крепостях коммунистов Те субъекты Российской Федерации, которые традиционно назывались красным поясом, аналитики уже предлагают называть черным поясом дзюдо нового президента Зюганов проиграл даже на своей родине, в Орловской области, правда чуть больше 1% Уверенно поддержали Путина избиратели Краснодарского края, активно голосовавший за Отечество всю Россию, Татарстан демонстрирует сейчас не менее впечатляющий результат в пользу Путина Почти 70%, у Зюганова лишь около 20%, даже больше набрал новый президент в Ангушетии, там у него 85%, у Зюганова меньше 5%, и в Дагестане соответственно 76% и 20% Зюганова сопутствовал успех только в Липецкой области, в Алтайском крае, в Брянской области Уступил Путин, кроме того, Тулееву в Кемеровской области, где губернатор получил 51,5% голосов У Путина 25% и у Зюганова 15% В остальных регионах Путин был непобедим, прежде всего в родном Петербурге, где преодолел 60% отметку Но в Москве не смог преодолеть 50% Здесь гораздо сильнее, чем в целом по стране оказался Явлинский В связи с избранием нового президента, сегодня пообещал изменения во внешней политике министр иностранных дел Игорь Иванов Путину, получившему уже сегодня много поздравлений по телефону и телеграммами со всей страны и за рубежа В том числе от британского премьер-министра Тони Блэра, придется делом оправдывать возлагаемые на него большие надежды Сегодня Россия проснулась с новым президентом Путин, уже на посту исполняющего обязанности, продемонстрировал, по мнению многих, отлично от своего предшественника Более энергичный и целеустремленный стиль работы Теперь у него в руках себя полномочия, полная легитимность, если не считать торжественной церемонией вступления в должность Насколько он будет самостоятельным в своих решениях? Насколько последовательно достижение стабильности в стране, выкрепление места России в мире? Пресловутый черный ящик, с которым немало людей до выборов отождествляла личность Путина, должен, наконец, раскрыться Владимир Кондратьев, Константин Арцулов, НТВ Мирное население Чеченской Республики ожидает от законно избранного президента России Введение прямой формы правления на освобожденной от боевиков территории Репортаж нашего специального корреспондента в зоне конфликта Бориса Кольцова Победа Владимира Путина в первом туре заставила администрацию Чеченской Республики Принять к новому президенту России обращение Однако в нем содержится вовсе не поздравление Собравшиеся в Гудермес главы районов Чечни, а также военные коменданты Призвали Владимира Путина ввести в республики прямое президентское правление При этом дискутировался только один вопрос Насколько вводить такую форму управления территорией? На два или на четыре года? Сторонники более продолжительного срока исходят из того, что чеченский народ пока не готов выбирать себе лидеров Если у нас будет президент опять свой, это начнется клановая борьба, клановая война И у нас должен быть президент, вы знаете, русский Однако поскольку в Чечне пока ясно не представляют, что же такое президентское правление На совещании оказалось больше тех, кто решил ограничиться двумя годами Ожидается, что в рамках президентского правления Владимир Путин назначит в Чечню своего наместника Среди фаворитов Путина называют Беслана Гантамирова Особенно после того, как ровно неделю назад они на виду у всех обсуждали какие-то тайны Между тем Николай Кошман, похоже, хочет оставить все как есть Появляются уже лидеры, те, которые примеряют к себе место председателя, главы республики и все остальное Нисколько не заботясь вот там как-то внизу Я думаю, что оно в какой-то степени запретит вот эту всю митинговщину ненужную Пока главы районов принимали обращение к Владимиру Путину, в соседних кабинетах представительства продолжала работу избирательная комиссия республики К середине дня Путин занял устойчивое первое место За Путина проголосовало 65,7%, за Зюгарова проголосовало 16,2% Это по шести районам, я имею ввиду, остальные районы не подвезли, дорабатывают На третье место по Чечне вышел Григорий Явлинский с 11%, ноздря в ноздрю с ним идет Умар Джабраилов Итоги выборов подводило сегодня и военное командование в Чечне Генералы довольны своими подчиненными Военнослужащие за Путина проголосовали 81%, а за других кандидатов не более 6% Зюганов, Явлинский, Жириновский, 4, 6,4, максимум 6 С журналистами Александр Баранов встретился сегодня на военном параде В аэропорту Северный 25-тысячная группировка внутренних войск в Чечне отмечала сегодня свой праздник Борис Кольцов, Вячеслав Футкин, Роман Михайленко и Дмитрий Бенедичук, НТВ, Чечня В воскресенье, на виду с голосованием по кандидатуре на должность главы государства В некоторых регионах России прошли до выбора в Государственную Думу За ходом голосования в Екатеринбурге следил наш корреспондент Алексей Веселовский Избирком Екатеринбурга не скрывает гордости Так, как на этих выборах здесь не помнится времен СССР Главная интрига здесь заключалась не в том, кто победит на президентских выборах Внимание избиркома было приковано к 165-м избирательному округу города Здесь четвертый раз пытался пройти в Государственную Думу Александр Хабаров В Екатеринбурге Хабаров известный человек Лидер общественно-политического союза «Уралмаш», который в милиции иначе как преступным сообществом не называют Перед выборами Хабаров получил себе политический капитал Организации дружин по борьбе с наркоторговцами Наркотики в городе – проблема номер один Еще одна акция «Уралмаша» – раздача миллиона рублей бастующим строителям Популярность Хабарова в городе росла и до сегодняшнего дня Он считался одним из основных претендентов на депутатский мандат Его соперниками на выборах были генерал-коммунист Альберт Макашов и начальник городской милиции Николай Обчинников Служивые люди Никакой уронии судьбы в этом нет Кандидаты-милиционеры на этих выборах в Екатеринбурге были популярны как никогда Первые результаты по 165-му округу поступили в избирком ночью Говорили о сенсации Хабаров лидировал с небольшим отрывом Впрочем, в пяти утра все кардинально изменилось И на первое место вышел Обчинников Но есть ощущение того, что мы можем победить Оно такое реальное ощущение, да, достаточно реальное Ощущение не подвело В 10 утра избирком Екатеринбурга огласил предварительные итоги голосования по Орджоникизовскому округу Победитель Николай Обчинников У него почти 22% голосов избирателей У принципиального конкурента Хабарова только 16% Альберт Макашов даже не вошел в тройку лидеров За него проголосовало чуть больше 10% Николай Обчинников не скрывал своей радости Впрочем, к ней примешивалась и доля растерянности Это первый шаг полковника милиции в большую политику Дальше я просто, я даже не знаю Я не знаю, как это делается И я в этом качестве В качестве человека извещенного о результатах выборов Второй час вообще Штаб Макашова сегодня на звонки не отвечал Одиноко висел красный флаг на балконе дома по улице красных командиров И изредка в окне показывался грозный охранник Хабаров тоже избегал разговоров с прессой Как говорят, уехал куда-то в область Алексей Веселовский, Алексей Ермилов, Андрей Ганыкин Милиция говорит, что огорчена случившимся Милиция и военнослужащие войск МВД Отчасти поступили неправомочно И в связи с этим тут же министром внутренних дел Сегодня на утреннем совещании было назначено Служебное расследование по данному факту Аккредитованные в Минске журналисты российских телекомпаний Ведут и свое разбирательство Когда президент вылетел с визитом в Арабские Эмираты Нападению подверглись все журналисты Работавшие на неразрешенной акции оппозиции Причем задержания начались задолго до разгона сторонников оппозиции Вот первая попытка захвата съемочной группы ОРТ Вместе предполагаемого сбора оппозиции Еще ничего не происходит Но милиция уже ставит свои условия журналистам Вам рассказали не снимать Начались массовые задержания нарушителей общественного порядка Операторам мешают снимать происходящее На этот раз люди в штатском Пойдем Пошли Пойдем Пойдем